Здравствуйте! Я очень рада вас приветствовать в Доме Знаний. Меня зовут Курбанова Сапегет Магомедовна. Тема нашего вебинара. Россия в системе международных отношений, отношения со странами исламского мира и с Китаем. В ходе вебинара отвечу на часто задаваемые вопросы. В 17 веке наиболее сильным государством в исламском мире была Османская империя. Титул халиф у турецких султанов означал, что они считали себя преемниками пророка Мухаммада, мир ему и благословения, а также защитниками-покровителями всех мусульман. Поступил первый вопрос, какими были отношения России с крымским ханством в 17 веке. От русских послов при турецком дворе требовались большие усилия, чтобы сохранить мир между Стамбулом и Москвой. Все дело в том, что донские казаки постоянно нападали на крымское ханство. И даже на земле Османской империи. Однако, защищая южные рубежи России, они не являлись ее подданными. Поэтому, чтобы предотвратить набеги крымских татар, русским послам необходимо было проявить чудеса дипломатии. Донские казаки же действовали решительно. И в 1639 году заняли турецкую крепость Азов. Однако, успешно обороняя крепость вплоть до 1642 года, а целой армии им все-таки пришлось ее оставить. Ослабленная смута Россия не решилась на войну с Османской империей. Однако, войны со Стамбулом избежать не удалось. Первое в истории крупно русско-турецкое столкновение стало прямым продолжением борьбы за Украину. Первая русско-турецкая война началась в 1676 году и закончилась в 1681 году подписанием Бахчисарайского мирного договора. Ключевым событием в течение этой войны было взятие политического центра Украины, города Чигирина, войсками султана. По условиям Бахчисарайского мирного договора, Османской империей и вассал Крымское ханство признавали вхождение левобережной Украины в состав России. С самим Крымским ханством у России складывались непростые отношения. Для безопасности южных границ России еще с 16 века строились засеченные черты и усиливалась сторожевая служба. Но после смуты сторожевая служба была ослаблена. Этим воспользовались крымские татары, которые возобновили свои набеги на российское государство. В 1614-1615 годах их отряды доходили даже до Москвы. Во время польско-турецкой войны, в которой также участвовали крымцы, русским послам удалось заключить мир с Крымским ханством. Набеги на южные российские земли на некоторое время прекратились. Однако заключенный мир был очень непрочным и обошелся России дорогой ценой. На организацию посольств Крым и подарки хану было потрачено около миллиона рублей. Более того, уже в 1632 году набеги возобновились. Большие набеги продолжались и позднее. Только в первой половине 17 века из России в плен было угнано более 150 тысяч человек. Большую часть пленников превращали в рабов и продавали на невольничных рынках. Однако некоторым пленникам везло. Их выкупали и возвращали на родину. После заключения Вечного мира с Речью Посполитой Россия стала союзницей Священной Лиги. В эту антитурецкую организацию входили Речь Посполитая, Священная Римская Империя и Венецианская Республика. Участие в Священной Лиге позволило России в 1687-1689 годах предпринять походы против Крымского ханства. Их возглавлял князь Василий Васильевич Голицын. Начинались оба похода удачно, однако нехватка продовольствия, воды и фуража во время летней жары привела к большим потерям. Русская армия приходилось поворачивать назад. Походы Голицына стали первыми крупными военными операциями против Крымского ханства после ликвидации зависимости от Орды. Поэтому после крымских походов Россия смогла укрепить свое международное положение, поскольку показала Европе растущую военную мощь. А в конце 17 века российская армия удалось занять турецкую крепость Азов и укрепиться на побережье Азовского моря. Так, давайте разберем следующий вопрос. Какую позицию держала Россия по отношению к Персии? Российское государство поддерживало торговые и дипломатические связи с Персией. Прибывали ко двору российского государя и послы из богатых среднеазиатских городов Хивы и Бухары. С собой они привозили хлопчатобумажные ткани. Российские купцы и послы вывозили за рубеж оружие, птиц, кожи, шкурки соболей. Однако дорога в Среднюю Азию усложнялась штормами на Каспийском море и набегами кочевников туркмен. Поэтому российские посольства в среднеазианские ханства выезжали редко. Находясь там, царские посланники по возможности выкупали и возвращали на родину проданных в рабство соотечественников. От русских послов в Персию и Средней Азии стало известно о караванных путях в Индию через Пешавар и Кабул. Однако пройти по ним было делом опасным. Первым русским, который был принят при дворе великого могола Шаха Аурангзеба, стал русский купец Семен Маленькая. Он прибыл в Индию по морю. В процессе усвоения Сибири русские поселенцы столкнулись с Китаем, могущественным государством на юге-востоке. Первым русским, которым добрался до Пекина через монгольские степи, стал томский казак Иван Петлин. В 1619 году Петлин вернулся в Москву с грамотой от китайского императора, но прочитать ее не могли несколько десятков лет. Отсюда и пошло устойчивое выражение «китайская грамота», которое применяет к чему-то непонятному. Тем не менее, поездка Ивана Петлина имела важное значение. Он написал отчет о своем путешествии, который содержал первые в Европе описание пути Сибири в Китай. Также Петлина писал Китай и соседние с ним государства. Походы на Амур Василия Паяркова и Ерофея Хабарова принесли российскому государству новых подданных – коренное население при Амуре – Дауры, Дючеры, Нивхи, которые начали выплачивать тесак русскому царю. Крепость Албазин стала главной русской крепостью на Амуре, но китайский император также претендовал на эти земли. И в 1652-1655 годах китайские войска напали на Албазин. Однако местным казакам оба раза удавалось отразить их нападение. Весной в 1656 году в Пекин прибыло русское посольство. Его возглавил дворянин Федор Байков. Поскольку китайский император рассматривал Россию как потенциального вассала, установить равноправные дипломатические отношения с Китаем не удалось. Китайские чиновники настаивали на том, чтобы Байков передал подарки и грамоту им, а не императору лично. Также он требовал исполнить обряд девятикратного челобития на коленях императору. По китайским обычаям это бы означало признание российским государством вассальной зависимости от Китая. Байков отказался от унизительного преклонения перед китайским императором. Поэтому осенью 1656 года ему вернули подарки, выслали из Пекина. В Москве Федор Байков составил статейный список, в котором были важнейшие сведения о Сибири и Китае. Русские посольства в Китае в 1660-х и 1676 годах также не увенчались успехом. Претензии обоих государств на земле Преамурия вызвали серию столкновений на российско-китайской границе. И в 1685-1686 годах китайские войска дважды осадили Албазин. В результате военных действий в Нерчинске в 1689 году был подписан первый в истории российско-китайский договор. По условиям Нерчинского договора устанавливалась граница между Россией и Китаем. Забайкаль оставалась в составе российского государства, но русские должны были покинуть Албазин и часть его освоенной территории Преамурия. Также договор разрешал вести торговлю между подданными Россией и Китайской империей. Таким образом, в течение XVII века Россия укрепила свои международные позиции, установила прочные торговые контакты с Персией и Китаем. Но в то же время напряженными оставались отношения с Османской империей. На юге продолжалась борьба с Крымским ханством. Таковы итоги политического развития России в XVII веке. Завершая вебинар, я надеюсь, что мне удалось ответить на ваши вопросы. Рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома Знаний. Дома Знаний.